Около храма, так сам Бог велел, это люди, они почему около храма стоят? Потому что они от Бога ждут помощи. Вот и идите туда и раздавайте им там. Но раздавать надо пищу. Если вы деньги раздаете, они могут их пропить. Это будет пожертвование в невежестве совершено. А? А вот что они ждут, это не должно вас волновать. Это уж извините. Потому что когда человек стоит и просит пожертвования, в Священных Писаниях, говорится, человек может просить только двух вещей. Трех. Первое. Пищу. Второе. Одежду. Третье. Кров. Все. Больше просить нечего. Не можете дать одежду, допустим, не нужна им одежда, допустим, кров. Вы не можете им дать, давайте пищу. Испеките каких-нибудь пирожков вкусных, хороших. И каждому, чтобы это вкусно, не просто там кусок хлеба там вы бросили. Вкусный пирожок любой человек съест, не то, что нищий. Понимаете? И раз вкусный пирожок тепленький, такой свеженький, вкусный, это вам. И человек такой, вау. И сказал, ну, как-то. У меня даже жена чего творяет, вообще, как бы, я в шоке, вот это, вот ее желание, как бы. Нам в храме дали пирожок освященный. Ну, мы честно пополам поделили, она сразу свою половину съела, потому что она режим дня не соблюдает в этом, в этих вопросах. А я кушаю один раз в день, все, она кушает, когда, ну, все женщины так кушают, когда захочется. Нормально, женщины нормально. Я свой пирожок беру, целлофанный пакетик, кусочек раз, ну, себе на обед. Ей не отдаю, потому что я знаю, что она кому-то отдаст раз. Она говорит, ты замараешься, давай сюда. Я говорю, не замараешься, она говорит, замараешься, раз у меня берет, хватает. Я говорю, ты мне только оставь это. Ну, конечно, чего ты волнуешься. Вот, ну, короче, поехали. Женщине верить. Ну, я простил с этим пирожком, понимал, шансов нет никаких. Вот, она любит просто людям дарить освещенную пищу. Ну, в такси поехали, короче, приезжаем, я таксисту заплатил, выхожу из машины, и она ему пол пирожка, понимаете, как откусанная. Пол пирожка такая, ну, сует. Я такой, я заглядываю, что-то она не выходит, заглядываю, смотрю. Сцена такая, она ему сует. И у меня такой холодный пот. Шоп. Эстетический пот такой у меня. Такой. Вот. И он такой берет, что это, что это, такой урод, убрать его. Пол пирожка. Такой залупался, спасибо. Такой. Вообще. Ну, у женщин вот эта сила, вот, дарить пищу, она настолько колоссальная. То есть, у женщин вот эта способность кормить. Если ее направить на людей, просто, то настолько Богу нравится. Но именно надо кормить вкусно. Пирожки, самый классный, ходовой такой, можно даже пакетики с лотаном, давай. Вот такой способ. Но деньги, где-то 50%, что вы пожалеете. Потому что куда потратил человек деньги, то и произойдет с вами. Да, вот смотрите, вы, допустим, деньги дали. Если человек эти деньги пропивает, то вы получаете прямо противоположный результат. То есть, вы можете спиться даже, если постоянно вот так делаете. То есть, вас спаивать судьба начнет. Ну, то есть, это зло. А вот если пирожок освященный дали, ему, конечно, не сильно понравится этому человеку, потому что он же ждал на бухло. Вот, причем не все говорят. Один раз даже ко мне к ней подошел, честный человек говорит, пожертвуйте на бухло. И я ему, честно, сказал, на бухло не пожертвуйте. Ну, честно, мы честно с ним поговорили. Вот, пожертвование, благотворительность, это уже наука. Вот, если ты повторяешь, я желаю вам счастья, то тут кому хочешь, нет проблем. Понимаете? А вот если ты деньги, то деньги можно давать только священнику, которым ты уверен. Потому что не каждому священнику еще можно давать. А только в котором ты уверен. Понимаете? И даже вот священнику или возвышенному человеку лучше дарить вещи, которые ему нужны. Это тоже надежно, что это пойдет по назначению. Понимаете? Ну, то есть, как бы, это наука, пожертвование, это наука. Надо знать, как правильно делать. Нельзя давать что-то, что не пойдет по назначению. Это приведет к беде потом. Потому что люди получают легкие деньги, понимаете? Они потом что хотят с ними делают. Это все против воли Бога. Поэтому лучше деньги не жертвовать. Или жертвовать очень аккуратно, зная точно, что это пойдет по назначению. Допустим, в детский дом, когда деньги не жертвуете, я вам просто гарантирую, что половина из них идет по карманам, ну, как минимум половина пойдет по карманам этих воспитателей там всяких и т.д. Это как минимум, понимаете? А если вы привезли туда пищу, еще приготовили там и раздали детям, вот это стопроцентная гарантия. Дети поели, все, у них праздник. Или вы, допустим, привезли апельсины и прямо в руки детям раздали. Уж из рук они их вырывать не будут точно. Понимаете? Привезли апельсины, детей всех вывели в детском доме и прямо в руки по апельсинчику всем. Все правильно. Получите благо в результате. Они тут же апельсинчик и съедят. Игрушки не факт. У них могут собрать эти игрушки. Или они поигрались, потом забыли, потом игрушки все ушли по домам. Особенно, если хорош. А если человека благодаришь, что подарить, это считается за... Конечно, благодарить, желать счастья, благословлять человека. Это все пожертвование. Оно все смягчает судьбу. Ну, то есть, о чем мы говорим? Вот у человека тяжелая судьба, допустим, он начинает добрые дела делать. Допустим, суд не может человеку выиграть. Начинает добрые дела делать. И дальше что? Шансов нет проиграть. Забыл про себя, начал добрые дела делать. И все, и Бог начнет помогать. Приведу вам пример один. Один богатый человек, директор банка, у него была такая ситуация в жизни. У него дочка выходила замуж, и они решили там прокатиться хорошо. Вы знаете, он восточный человек. Ну, по-настоящему проехать. Ну, и проехали по-настоящему. В общем, авария, у дочки перелом основания черепа, смерть на месте, короче, во время собственной свадьбы. И она не ожидала, ну, естественно, что она не ожидала такой смерти. И она к маме приходила каждый день по ночам и говорила, мама, хочу жить. И мама там волосы на себя драла, уже не знала, что делать. Вроде уже прошло много времени, уже пару месяцев, все равно каждый день приходит, плачет, хочу жить. Чего жить? Вот. Ну, и они ко мне обратились, говорят, что делать, я ему не знаю. Я говорю, понимаете, когда человек уходит из жизни, ему нужна энергия любви, чтобы он принял все это, переварил, чтобы у него как все процессы прошли нужные, и он дальше идет по жизни уже. Нужна энергия любви. Не пить за него там, поминки выпивать, а молиться за него. Они говорят, мы не можем молиться. Что-нибудь еще есть вариант какой-то? Я говорю, есть вариант. Можно, нужно кормить много людей. Я говорю, вот это мы можем. Говорит, у вас есть кто вот может приготовить с молитвами? Я говорю, у нас есть. Вы можете мне гарантировать, что эти люди не возьмут деньги себе? Я говорю, могу гарантировать. Короче, приготовили торт на три тонны. И поставили на площади возле трех вокзалов. Милиция оцепила это место. И народ, вот такой вот толпа народа, короче. Посмотреть, что такое. И каждому, кто пришел, вот кусок прямо нормальной торта, каждому на руки. Вот так подходит человек, следующий, следующий. И так три тонны раздали. Ну, представьте, там, если по 150 грамм, то получается несколько тысяч человек. То есть две-три тысячи человек накормили тортом. Дочка пришла в этот день, ночью улыбается такая. Говорит, мамочка, я пошла. Все. И дальше по жизни. И у нее сердце на облегчение сразу. Это вот реальное событие, которое было где-то 20 лет назад. Продолжение следует. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok